Профессор Башкирского университета Нажиб Валитов прежде был весьма далек от богословия. Он химик с мировым именем, всю жизнь занимался проблемами исключительно науки. Он и не предполагал, что его открытиями заинтересуются духовные лидеры. Монография профессора Валитова «Вакуумные колебания при химическом возбуждении атома, молекул и хаотичность силовых линий электромагнитного и гравитационного поля произвела шок в научных кругах». С февраля 1998 года находится в 45 научных библиотеках 12 стран мира, в том числе 7 ведущих университетов США, 2 ведущих университетов Англии, 2 ведущих университетов Франции, 15 ведущих университетов институтов Москвы. В этой монографии научно однозначно доказано 9 новых свойств искривленного пространства, 16 новых данных о строении атома, 16 новых уравнений единой теории электромагнитного и гравитационного поля, 14 новых свойств гравитационных сил в астрономии. Строгим языком формул Валитов доказал, что любые объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния между ними. Прежде считалось, что никакое взаимодействие не может совершаться со скоростью, превышающей скорость света, рассказывает о своем открытии профессор Валитов. Это 300 тысяч километров в секунду. Но оказалось, что электромагнитные и гравитационные поля взаимодействуют мгновенно. Это было обосновано теоретически и подтверждено экспериментально. А ведь это говорит о существовании во Вселенной какой-то единой высшей силы. Ведь по сути все связано во всем. Профессор Валитов неожиданно для себя получил письмо из Ватикана от самого Папы Римского, в котором говорится, что его святейшество посвящает нажипу Валитову свои молитвы и очень ценит те чувства, которые сподвигли ученого написать эту монографию. Причем заметьте, только после тщательного исследования и солидной экспертизы мы решили прислать вам нашу благодарность. Конец цитаты. Профессор перечитал Коран, Библию и Тору и удивился, насколько они сходны. Он выразил восхищение, насколько точно в текстах Божественного Откровения обозначена суть его научного открытия. Мысль материальна, уверен ученый, и ее можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной. В священных книгах основных мировых религий, говорит профессор Валитов, написано, что Бог всевидящий и всеслышащий. Прежде некоторые ученые-атеисты часто критиковали именно это определение. Их логика была на первый взгляд железной. Поскольку скорость света имеет предел, то Господь Бог, если Он есть, не может мгновенно услышать и увидеть содеянное человеком. Однако оказалось, что мысль каждого из нас материальна. Атомы, в молекулах, из которых состоят нейроны мозга, совершают поступательные, колебательные и вращательные движения. И процесс мышления обязательно сопровождается испусканием и поглощением силовых линий электромагнитного и гравитационного полей. Этот процесс можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной. Значит, Бог знает каждую нашу мысль? Да. Есть сила, к которой подчинено все. Мы можем называть ее Господом, Аллахом, мировым разумом. Суть не меняется. И взаимодействие в мире мгновенно, где бы ни находился объект. Коллеги подсчитали, теория Валитова опровергает 20 разделов химии, 28 разделов физики, 40 разделов механики. Что только стоит одно утверждение профессора о том, что в равновесных обратимых процессах время может превращаться в массу и энергию, а затем претерпевать обратный процесс. Значит, воскрешение мертвых, на что указывают все священные писания, возможно. Профессор предложил проверить свои выводы научным оппонентам, и они не смогли их опровергнуть. Академик Андрей Трофимук прислал восторженный отклик на монографию коллеги, посыпались отклики на его труды от религиозных и государственных деятелей. Профессор Валитов писал, «Сначала я доказал бытие Бога формулами, а потом открыл его в своем сердце». На этом выпуск подошел к концу. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал и поддержать нас лайком.